793 учеников Корсунской средней школы ждут не только новые правила учебы в период пандемии, но и два новых кабинета. Классы по информатике, технологии ОБЖ обновили, сделали ремонт. На базе школы с 1 сентября открывается точка роста. Наши дети, многие из них одаренные дети, и они с нетерпением ждут открытия центра точки роста, чтобы осваивать новые современные технологии. Мы даже предусмотрели усилить работу ученического самоуправления, активизировать работу школьного пресс-центра. Точка роста – сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профилей. Клуб нацелен на освоение учащимися с 1 по 11 класса новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Двери точки роста открыты для всех желающих с утра и до вечера. Бегать в центр за знаниями можно будет и во время перемены. Здесь есть все условия для моделирования на 3D-принтере, управления дроном, создания личного медиапроекта или конструирования собственного робота. Первый вид позволяет детям создавать до 36 моделей машин и животных. И так как все конструкторы снабжены микропроцессорами и системами-датчиками, то дети могут запрограммировать действия своего изобретения. Второй конструктор знакомит детей с тремя возобновляемыми источниками энергии. С помощью третьего набора дети смогут создавать устройства, которые действуют посредством сжатого воздуха. Для школьников также оборудованы шахматный класс и зона отдыха. Создание точек роста входит в обязательную программу нацпроекта образования и федерального проекта «Современная школа». А в селе Засновка в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин» строится детский сад с цокольным этажом и сухим бассейном. Два века назад рядом с этим карьером располагался дом батюшки. После здесь построили школу, которая просуществовала до 90-х годов. А в 21-м году, уже 21-го века, здесь появится детский сад на 55 мест. На три группы рассчитан этот садик. Здесь будет находиться также и сухой бассейн по проекту. Каждая группа будет отдельно друг от друга. То есть у нас есть два садика, в которых было раньше по две группы. Сейчас в одном садике две группы, в другом одна группа. Но в одном садике 20 человек, в другом садике 16 человек. В новом детсаде предусмотрена ясельная группа. Его будут посещать детишки сразу трех сел – Уразовка, Сосновка и деревни Ермаки. Мы ждем давно, еще в 2009 году нам обещали детский сад. У меня был маленький ребенок другой, сейчас следующий маленький. Надеюсь, она пойдет в новый детский сад, новый современный. Возводить объект начали в середине июня. Провели геологические изыскания, раскопали карьер. Строительство рассчитано на два этапа. Срок сдачи – октябрь 21-го. Рината Леолова, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ из Корсунского района.